Рассказ истории моей рукописи. Всем привет! Давайте познакомимся. Меня зовут Нина, автор моих романов. Ну как я вам, зрители, читатели и блогеры интернета. Я хочу вам рассказать о своей рукописи. Свою первую книгу я написала в 16 лет. Тогда часто крутили по ТВ-каналу Эллина и ребята в Росусский сериал. Я тогда не знала, что получится роман у меня. Мысли приходили мне в голову. Писала сначала в тетрадке, в 48 листков. Как я представляла в своем мире любовь, интересы, общение, дружеское. Потом покупала А4-лески бумаги формата. Переписывала. Тогда у меня не было компьютера и принтера, где можно написать и распечатать. После окончания школы я устроилась на работу. В 25 лет написала следующие книги. Стихи, потом поэма, а дальше поздравительные. Я могла часами писать, не думая о еде и голоде. Лишь чашечка кофе прибавляла мне энергии и вдохновения. Я не знаю, может, надо учиться, как приходит вдохновение. Нет, я не профессиональный писатель. Когда авторы пишут пару книг, ставшие бестселлер, то забывает главное – духовность. Что я могу сказать? Я люблю животных, хищных, домашних, птиц, рыб, лесных, зверей. Но нравится больше всего эта природа, что окружает меня. А когда мне плохо, то пишу в основном о мертвецах, вампирах, зомби. Получается, что я свои мысли, то радость, то грусть, пишу в стихах, в романах. Я признаюсь вам, что отправляла видео также в письмах электронных. Но везде был отказ. Не то, что просили или посмотрели видео. Просто неинтересно озвучить автору прямо. Что вы не подходите нам, неинтересно, все пресно, скучно. Конечно, писали из издательства электронного и киностудии. Напросили перечисления денег. И это понятно, что фирма — это не фирма. Сайт вскоре заблокировался. Это мое хобби и увлечение — писать романы, стихи, поэмы, рекламы, поздравения, ужасы. Когда я пишу роман очередной или стихи, я окунаюсь в иллюзии, мысли, идеи. Достановляет меня, что я замечаю, что я не замечаю окружающих, кто окружает меня вокруг, не рады моему творчеству. Предпочитают пьянки, гулянки и бытовые проблемы на работе. Жить от получки до получки, залезая в долги — это их жизнь, но не моя. Я хотела покорить литературу писательскую в России, но ничего не вышло у меня. Очевидно, не так я хороший писатель. Хотя скажу честно вам, да, я начинающий писатель, и можно сказать, что не писатель, как я и говорила. Это моё хобби. Возможно, заинтересуется Америка в моём таланте, способности сочинить стихи или рекламу для рекламодателя, придумывая продукции и товара. Хочу сказать вам одно, что мне нравится писать. Я ухожу из реальной жизни, в иллюзии, и когда заканчивается книга, то становится как-то грустно. Возвращается в мир проблем и ненависти. На этом я заканчиваю своё видео-трансляцию.